Скоро я их выгонять буду, они со своей территории. Потому что это мой хлеб, на котором я живу, вот сюда приехали, да, я вот, где мы жили, там и должны охотиться. Я же не езжу куда-нибудь, охотиться куда-нибудь там. Мы же думаем о будущем, чтобы мы должны уехать. Они-то наберутся, уедут. Все равно, ну, конечно. А нам тут жить, нашим детям жить, внукам жить. А им, они временные же. А без сети охотников, что за жизнь? А с временным, как он, себя, все равно у него уже мысли не те. Он, ему взять больше, да и все. Урвать. Урвать, ну. Все-таки это, бам, тоже временность. Только железная дорога останется, а в основном-то уедешь. А в основном вот мы, Эвенкин, не как страдают от того, что у нас нет территории нашей. Мы же живем на границе Якутской, на границе Читинской. Нас кругом зажали, никаких, а еще дорогу провели. Простые-то не делят между собой, это там уже, это, как ее, верхушки, или где ли там они, что там делят, не знаю, но. Не разрешают нашим охотиться. Кто так решил? Ну, якутские, якутяне, их территории, они, там их охотоведы. Ну, а в вашей территории? Нету сейчас. Тут, сколько, 120 километров, и Читинская область, да? Читинская область. Все? А здесь все идет, железная дорога, трасса, тут уже. Вот у нас по Чичи стояли, сада сейчас не стоят там. Волдонцо стояли, тоже не стоят, потому что там прошла территория, а не эти. У нас 400 охотников. Вот единственное, если бы нам Якутия отсекла тут территорию побольше. Абсурдно. Кто-то когда-то провел вот по водоразделу границу между Якутеем, Мурской областью, вот этой, Россией. Никого это не интересовало, да и до прошлого года никто об этой границе всерьез не думал. Ее всерьез никто не воспринимал, что вот граница, ну, вот там, Якутея, вот столько километров. А оказалось, что это действительно граница. Так что, вообще, конечно, людям трудно. Трудно тем, кто вот в войну жил, вот старые люди, говорят. Мы не знаем этого, в общем. Ну, рассказы это рассказы, кино это кино. А когда вот смотришь на пожилых людей, они уже это пережили. И я думаю, второй раз им это просто не по силу. Извините, я такая, не падаешь. Я думаю, что это им второй раз просто не под силу. Второй голод какой-нибудь. Женщины, ну, просто я, ну, вынуждена вот, допустим, работать и все вынуждены, да? А когда подумаешь, что основная эта забота, сейчас нужно ребятню как-то прокормить детей. Газеты там, телевизор. Внимание все к большим городам. Потому что, ну, это все понятно, для властей там первейшая опасность. А мы что? Маленькие, мелкие, полузабытые. Разбищ не хватает. Мужчинам рассказывали, тут это просто бедствие. Из-за вам еще усугубилось это все. Может быть, когда тут живутся, когда охотников не будет. Или нет, не будет. Ну, это когда-нибудь. А сейчас, я думаю, неужели будет. Может, тогда получится еще другое охотствие для эвенков. Наподобие карабанков, сейчас уже болтают много об этом. А я считаю, что ужились бы и жили. И жили много лет, и дружно, и кого только у нас нет. И белорусы, и украинцы, и грузины, и татары, и русские эвенки. Мы жили дружно, никогда у нас не было такое. Будем жить. Мне так, допустим, так кажется. Нет, абсолютно непримиримо. Просто насильственно навязывание все. Это я точно убежден в этом. Я много читал про американцев, индейцев, про наших. А там про север вовсе все читаю. Но везде, где эта цивилизация, там везде упадок в местных хозяйствах. Думается, разум России победит. И голубая долина все же останется действительно голубой долиной. С чистым воздухом и здоровым нравственным климатом. С чистым воздухом и здоровым нравственным климатом.